Скандал в Альвовской области. На Явровском полигоне старшина нанес увечья солдату. После этого его сослуживцы открыто заявили о регулярных издевательствах и поборах в воинской части. Подробнее расскажет Галина Якушко. Вячеслав явный уже неделю на больничной койке. Ему провели две сложные операции. Удалили селезенку. Она разорвалась от удара старшины. Пойдем просто сбоку. В ударе меня здесь все и все. Врачи сказали, если бы не вернулся в час, то за три часа бы было бы трудно. Все произошло в военной части, где служил Вячеслав. Рассказывает, задремал на занятии по самоподготовке. Положил руки на парту и опустил голову. В это время в кабинет вошел старшина Сергей Ляпинин. Разозлился и нанес удар. Потом развернулся и ушел, как ни в чем не бывало. Он расслабленный был. У него в этот момент органы сжались. Потом он резко проснулся и сразу разрыв получился. Его отвели санчасть. Это все замазали. Он еще сутки ходил с селезенкой порванной. Нанес удар кулаком. Не веби. Солдат явно схилился. Держиваясь за левый бок, заплакал. Всю массу на нанес удар. На строевой подготовке Вячеслав потерял сознание. Только на следующий день его отвезли в больницу. Солдаты говорят, к явному у старшины всегда было предвзятое отношение. Его запугивали и травили. Его на колено перед строем выводил, ставил начальник штаба. Он поехал был в Киев, до девчины. У него девчина захворела. Не получилось с него вернуться. Он приехал позже. Они его поехали в Вивна, ждал вокзал, забрали, вывезли в лес, заставили купать яму два на два. Для себя я купил яму, чтобы меня закупали. Когда до головы приставляют пистолет, у меня тоже нет. Все это старшины делали ради наживы, утверждают солдаты. Деньги требовались за любые проступки от 200 гривен до нескольких десятков тысяч. Парни сохранили несколько квитанций о переводах. Все зависит от того, какой наказанный человек. Могло быть и тысяча, могло быть и две, могло быть и три. Например, товарищ Ян на протяжении четырех месяцев 3-4 тысячи немецких скидывал. Он был запуган. Сам старшина Ля Пинин общаться с журналистами категорически отказался. Его уже отстранили от исполнения служебных обязанностей. На время следствия воинские части заявления о поборах и издевательствах отрицают, а старшину защищают. Говорят, он военный с огромным стажем и явного не трогал. Попорядняя информация про то, что он был побыт в субботу. И 17-го числа, я извиняюсь, не 18-го, 14-го числа с цивильными особыми, с которыми вживал алкоголь. После случившегося Вячеслав Явный получил вторую группу инвалидности. Вернуться в вооруженные силы он не может, да уже и не хочет. В полиции открыли уголовное производство по факту превышения служебных полномочий. Если вину старшины докажут, он сядет на 7 лет. Галина Якушко, подробности, телеканал Интерлевская область.